А пока поговорим о занятости. Керчь – это город, в котором проживает больше 140 тысяч жителей. Легко ли найти работу мечты? Об этом мы поговорим с нашим сегодняшним гостем, директором территориального отделения государственного казенного учреждения Центра занятости населения в городе Керчи, Вадимом Кутузовым. Вадим Валерьевич, здравствуйте. Расскажите, от вообще ситуации занятостью, сколько у нас безработных и какие профессии пользуются наибольшим спросом в городе? Доброе утро. Ну, наверное, стоит начать немножко со статистики о том, что за прошедший период, будем брать 10 полных месяцев, которые прошло, в территориальное отделение работодателями города было заявлено почти 8 тысяч вакансий. То есть много ли это мало? Я думаю, что эта цифра довольно-таки внушительная. Год из года эта цифра растет. Для того, чтобы можно было понять, насколько как бы соотносится спрос и предложение рабочей силы, вот за этот же период, за 10 месяцев, службой занятости по направлению было трудоустроено больше чем полторы тысячи человек. То есть мы видим, что предложение рабочей силы гораздо превышает в несколько раз тот спрос, который на сегодняшний день есть. Здесь хочется отметить положительную динамику в сотрудничестве службы занятости с такими крупными работодателями города, как наш судостроительный завод «Залив». То есть мы определяем особое такое внимание по трудоустройству на данное предприятие. Почему? Потому что оно является, грубо говоря, бюджетно-образующим. Довольно-таки широкий спектр профессий. У них как и по рабочим профессиям, так и инженерно-технические работники. Довольно-таки тесно мы работаем с нашим предприятием, который... Завод имени Войкова, как мы все его знаем, там тоже достаточно большое количество рабочих мест. Ну и с теми мелкими, средними предприятиями, индивидуальными предпринимателями, которые зарегистрированы на территории Керчи. Какие профессии востребованы на сегодняшний день? Ну здесь, опять же, прежде чем выбрать профессию, прежде чем идти куда-то работать, нужно первоначально задумываться о том, куда пойти учиться. У нас проводятся профориентационные мероприятия среди школьников старших классов. Мы акцентируем внимание на то, какие профессии на сегодняшний день востребованы на рынке труда. Однако востребованность и желание идти работать несколько... Не совсем соотносятся эти два понятия. Почему? Потому что понятно, что молодые люди, школьники, либо выпускники учебных заведений, в том числе высших, они хотят, почти все хотят офисную работу с довольно-таки высокой заработной платой, вот 30 тысяч и выше, чтобы, сидя в офисе под кондиционером, называя свои вещи своими именами, получать деньги за какие-то там, условно говоря, перекладывание бумажек. Однако на самом деле этого не происходит. И здесь нужно обращать внимание, что если человек хочет, молодой человек, хочет зарабатывать достаточно приличную заработную плату, то есть, скажем так, от 50 тысяч и выше, здесь, конечно, приоритет нужно отдавать рабочим профессиям, поскольку высококвалифицированные крановщики, слесаря, электрогазосварщики, они, ну, уровень заработной платы у них очень высокий. Если все-таки приоритет отдавать, ну, скажем так, гуманитарным наукам, то есть, юристы, бухгалтера, экономисты, то здесь нужно понимать, что, опять же, заработных плат каких-то космических здесь не будет изначально. Конечно, есть исключения из каждого правила, когда человек, ну, характеризуется какими-то там высокоинтеллектуальными способностями, он может работать таким образом. Это касается частных фирм, чтобы приносить работодателю, ну, скажем так, вот какие-то там слишком высокие там суммы прибыли, да, в связи с чем работодатель устанавливает ему персонально какую-то высокую заработную плату, либо какие-то там стимулирующие. Офисная работа на сегодняшний день представлена у нас, в первую очередь, это работа на муниципальной государственной службе, есть, заявляются вакансии нашей администрации города, заявляются вакансии органами государственной власти, как республиканского, так и федерального подчинения, бюджетными учреждениями, организациями города, опять же, тоже как муниципального, так и республиканского подчинения. Здесь заработная плата в районе, ну, скажем так, начинается, в районе, там, около, там, стартует от 18 тысяч, там, и выше. Здесь уже, опять же, зависит от того, какой размер стимулирующих выплат будет устанавливать работодатель. Вадим Валерьевич, насколько я знаю, есть, ну, Центр занятости в Керчи предлагает программы грантовой поддержки для предпринимателей, да, то есть для самозанятых. Вот расскажите немножко об этом подробнее, как получить такую помощь и что нужно для этого сделать? На самом деле, сложного здесь нет. Бюджет – это государственная услуга по содействию самозанятости безработных граждан. Она не новая, она продолжает оказываться уже много лет. В бюджете Республики Крым заложены под эту услугу определенные суммы средств. На каждого одного индивидуального предпринимателя, который зарегистрируется, вот будучи безработным, защитит бизнес-план и регистрируется, начиная с 2019 года, эта сумма составляет 160 тысяч рублей. Она составляет 20-ти кратную величину максимального пособия по безработице. То есть, соответственно, если уровень, размер пособия по безработице, который ежегодно устанавливается правительством Российской Федерации, будет увеличен, скажем, на 2020 год или на 2021, эта сумма, соответственно, возрастет. Сложного, повторюсь, здесь еще раз нет для тех, кто совсем не разбирается. У нас есть специальные курсы, основы предпринимательской деятельности, на которые рассказывается и основы налогообложения, и как написать бизнес-план, и что должно входить в бизнес-план, и на чем акцентировать внимание, как посчитать рентабельность, как посчитать норму прибыли. То есть, это все рассказывают преподаватели. После того, как бизнес-план готов, он защищается специальной комиссией, в которую входят работники службы занятости, работники налоговой инспекции, пенсионного фонда, работники администрации, представители ассоциации работодателей города. После защиты комиссия принимает решение о том, соответствует ли бизнес-план заявленным тем критериям, которые на сегодняшний день на рынке труда существуют, и принимают решение о выплате этих денег после регистрации, как индивидуальные предприниматели. Спасибо большое за информацию. Я уверена, что керчане еще смогут воспользоваться, те керчане, которые хотят открыть свое собственное дело, начать свой бизнес. Я напомню, что мы сегодня беседовали с директором территориального отделения государственного казенного учреждения Центра занятости населения в городе Керчи, Вадимом Кутузовым. Вадим Валерьевич, большое спасибо за беседу.